В общем, игра была непростая, с сильным соперником. Где-то вышли недонастроенные, расхлябанные первые два периода, где-то не собрались потом. Решили отыграться, но, к сожалению, уже было поздно, и Салават использовал свои моменты. В чем основные сложности против Салавата играть? В принципе, особо никаких не было, просто мы вышли недонастроены, и они воспользовались этим. Расхлябаны ли от своей крупной победы в предыдущей игре? Да нет, я думаю, нет, просто недонастроились. Но все равно уровень соперника же отличается, да, и когда играешь против Амура, который в последнем идет, и против лидера, ну и против разных команд, наверное, как-то сложно переключиться с одной на другой? Ну, и столько самого малости. Так, в общем, такого не было. На каждую команду настраиваемся одинаково. Тут нет ни Амура, ни Салават Юлаева. Поэтому каждую игру выходим, играем в свой лучший матч. У вас в третьем периоде против финского, финской тройки часто выпускали вместе с Паленковым. Вы одной из лучших, по сути, лучший в Салавате, одной из лучших в лиге. И каково вам против таких ребят выходить? Ну, в основном ощущается то, что их мастерство. Ну, мы выходили в игре, и не особо ощущалось то, что выходим либо против Артиканина, там, Амирова. То есть это, ну, не ощущалось. Просто выходили и делали свою работу. Я думаю, что много хороших команд, которые играют в большинстве, но думаю, не могу оценить. Я, к сожалению, не тренер и не специалист.